Сегодня я решил зайти в ДТР и просто в него поиграть. Многие жаждут данный мод и хотят видеть ролики по нему. Ну что же, держите. Это прохождение модификации ДТР, где наш главный герой, новичок, у которого нет ни опыта, ни как таковой цели, но есть мечта, а именно, добраться до центра зоны и узнать, что же там происходит. Не забудь про свой лайк с подпиской, желаю тебе приятного аппетита и просмотра. И я начинаю. Итак, дорогие друзья, мой канал ассоциируется у многих с модификациями Anomaly, Genslinger, ДТР. Не знаю, там, челленджи какие-нибудь я еще снимаю. Ну, многие так думают и, в принципе, так оно и есть. Но знали ли вы, что я ни разу не проходил оригинальный ДТР? Я играл в ДТР и Рум, однако там было такое прохождение чисто. Но не то чтобы по фану, в общем, я так и не допрошел до конца, там у меня что-то еще оставалось. Как бы вот, но опять же таки, это был ДТР и Рум, то есть это был мод на мод. Но сегодня я предлагаю поиграть в ДТР, но уже нормально полностью пройти, так скажем. Да, опять же таки, я думаю, то, что для многих это будет интересно. И многие, опять же, вижу в комментариях, просят поиграть в ДТР, в челленджи какие-нибудь или что-то еще. В общем, хорошо, хотите, давайте перепройдем. Точнее, даже не то, что перепройдем, а заново пройдем. Чего мы будем сейчас себе ставить вот здесь? Мы никаких навыков, ой, не навыков, точнее, никаких галочек ставить не буду. На жористый хабар тоже ставить не хочу. Завышенные награды тоже. Но опять же таки, это будет слишком легко, если мы поставим себе завышенные награды. Поэтому я думаю, то, что и без них мы сможем прожить. Хочу пострелять, опция призна, облегчить игровой процесс. Нет, я тоже не буду ставить. А вот на жористый хабар и тоже облегчить игровой процесс. То есть все это опции, позволяющие облегчить процесс. Нет, это не для нас. Так, я беру себе изобретатель, я беру себе внимательность. Дальше, у меня еще есть 50 очков. Твердая рука не надо, авторитет, геолог, мастер ножа. Крепкий желудок себе беру, значит. Так, чего бы еще себе взять? Мастер ножа не то. Мясник или твердую руку, или авторитет, или геолог. Но по сути твердая рука это то, что нужно, но секрет будет в зоне ворчак не очень-то и мало. Поэтому это особо не нужно. Вот на самом деле мясника я даже не чувствую, что как-то он влияет, если честно. Или взять геолога, кстати. Может быть реально взять геолога, потому что я его никогда не брал. И попробуем с ним поиграть. В общем-то поехали, друзья. ДТР нас ждет. А перед просмотром ролика хочу порекомендовать тебе бесплатную игру про Россию под названием NextRP. Здесь тебе придется выживать как в лихие 90-е. Ты можешь проявить себя как криминальный авторитет, либо же пойти в госструктуры. Например, вовсин, мэрию, ВПС, ДПС, или же ты хочешь стать врачом, а может быть солдатом. Да-да, даже здесь есть призы. Так что отдай долг родине, хотя бы в виртуальном мире. Кроме того, в NextRP есть кооперативные работы, где вместе с друзьями ты будешь прорываться к вершине. И все это происходит в большом открытом мире, на родных просторах, на родных улицах реальных городов России. Например, Москвы или же Сочи. В общем, качай игру, ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо, что посмотрели рекламу, ну а я продолжаю. Итак, дорогие друзья, я в игре, и вот пожалуйста тебе, ДТР. ДТР с летней графикой решил себе ее поставить. И в принципе, сейчас погодка отличная, просто мне она максимально нравится. Итак, друзья, я настроил хотфов, и сейчас необходимо взять первое задание. В принципе, обыскивать, начать базу потихонечку. Так, мужик, что у тебя вообще имеется в продаже? Ой, работа, да, работа. Дефолтный квест молчания золота, еще работа имеется, работы больше не наблюдается. Так, давайте-ка свои, пожалуйста, вещички тут, какие у вас есть. Водичка, мне реально, в принципе, неплохо для старта игры. Но я полностью пустой, кстати, если что, опять же таки говорю. Так, и да, водка нам пригодится очень сильно, я так полагаю. Здесь больше ничего. О, а куда двигаемся-то, кстати? Я не помню тайники, честно говоря. Помню, что вот здесь вроде как имеется тайник. И помню то, что имеется тайник в домике, ну или рядом домик есть, где мы проснулись, очутились, так скажем. Так, я прав, нет? Я не прав, кстати, тут пусто. Как так, в смысле? Я не прав, я забыл, где имеются тайники в ДТР. Жесть, как давно я не играл в него. Ну, я играл с Пуфом, да, там, ну, со своим другом в ДТР. Помните, да, этот ролик? Если не смотрели, то он в подсказке будет, наверное. В общем, я играл в последний раз с ним, но тогда я был больше под впечатлением от его игры, в плане того, что он играл впервые. И я вообще даже не думал о том, что подсказывать, там, ему что-то по тайникам и так далее. Да нет, нам нужно было просто получить удовольствие от процесса игрового. А сейчас необходимо... Нет, сейчас необходимо тоже это удовольствие получать, но не забывать про тайнички. Так, вот один из них имеется, но он, к сожалению, пустой. Так, нужно сейчас еще будет привыкать к этому ходу немного. Хотя, что к нему привыкать-то, по сути? Я его никогда не забуду. Это мой любимый, вообще, мод ДТР. Потому что здесь есть реально все. Здесь есть, вообще, множество вещей фриплейных, множество фич, которые реально интересные, которые хочется постигать и играть. И вообще, все. ДТР реально мой любимый мод, там многие меня спрашивают. Потому что у него есть такая своя, знаешь, своенравная атмосфера. Вот буквально тайничок заберу, хорошо? И все, по своим делам пойду. Да, давай до связи. Здесь, кстати, нет фаната. Следовательно, нет КМБ. Нет, фанат тут, может, имеется. Просто нет у него КМБ. То есть, курс молодого бойца. То есть, нам никто не выдаст ни отклик, ни какое-то первое оружие. То есть, мы должны зарабатывать на все сами. Так, ну хорошо, первый тайник мы нашли. В принципе, можно сейчас побегать по локации, пробежаться по всем тайникам, которые имеются здесь. Но я думаю, то что... Ты продам что-нибудь, короче, он... И, кстати, я даже к Сидоровичу не заходил еще ни разу. А это нужно сделать. Потому как у него есть ящик, но он пустой, к сожалению. Так, радио нужно как-то у тебя вырубить. Я вроде как это вырубал, а игре похер. Вот музыка радио выключить. О, помогло, отлично. Так, мне нужна работа, дядька. Работа. АТП я не хочу никого там трогать. В список сталкеров, ладно. Хорошо. Еще работа. АТП нет. Один груз. Доставка, хорошо, тоже без проблем. Дефолтное задание. Так, это давайте-ка мы тебе отдадим. Секреты не пригодятся. Так, и я хочу взять у тебя за 1000 рублей рюкзак. Потому что мой никакой еще. И вот эту вот палочку. Но, если честно, палочка может и дропнуться. А деньги сейчас очень даже нужны. Хотя, ладно, хер с ней. Когда она там еще дропнется, неизвестно, да. Вот бегать по зоне без осветительного прибора, так скажем, дело не всегда хорошее. Так, ну ладно. Есть у нас тут уже какой-нибудь хабар. Хотя он опять же-таки призван не то, что даже облегчить, а сделать процесс более приятным, что ли, так скажем. Сейчас необходимо нам пройтись по тайникам местным, которые я помню, о которых я знаю. На самом деле, кстати, в Арии и в ДТРе сюжет, ну, его нету. Он и остальная зона, да, сюжетик этот по лабораториям пройтись. Но насколько эти моды отличаются, а? Если же в ДТРе, там я за 5-6 серий уже раздобуду охрененное оружие. Надеюсь, опять же-таки, да. У меня будет офигенный костюм, то в Арии я за 6 серий, там, за 5. Вообще, ничего, если не представляю, я просто ничтожество. Поэтому Ария, это, конечно, новый для меня этап развития, так скажем, моего во всех смыслах. Поэтому, а ждайте также сегодня ролик по Арии на канале. Постараюсь пока праздники делать по 2 видоса в день. Я думаю, то, что я вывезу. Так что, вот такие вот дела, да. Ну, а здесь пусто. Здесь пусто, здесь никого нету. Но, да, действительно здесь пусто. Но надеюсь, то, что есть какой-нибудь ящичек, либо же, в принципе, чего-нибудь. Нет, тут пусто. А здесь у нас... Эх, это что ж такое-то, а? Представляешь, все пусто. Так, хорошо. Надо сейчас двигаться к бандитам. Здесь радиация имеется, по-моему, вот там. Там еще аномалия. Нет, нам туда особо не нужно. Здесь имеется радиация. И здесь имеются бандиты. У них имеется квест на РПГ. Думаю, то, что данный квестик мы все прекрасно знаем и помним. У меня даже по идее его как-то скиднуть. Но, с другой стороны, господи, повторение мать учения. Если уж начали проходить от и до, там, так скажем, ой-ой-ой-ой-ой-ой. То давай пройдем уж все этапы. Даже самый скучный первоначальный, который мы много раз уже играли и проходили. К черту идите, к черту, к черту это не здесь, к черту это явно не тут, да. Ну, пацаны, ну отошли. Ну, чего, тебе легче стало, что ли, а тебе? А может, тебе легче станет? Нет, конечно. Вы еще и пустые засранцы, представляешь? Ничего в них нет полезного, а? Даже чекать бессмысленно, по сути своей. А вот как раз-таки тот самый АТП. Ладно, сейчас мы тут посмотрим, что имеется. Интересно, вы не очень. Здорово, мужики. Здорово. Квестик, давай, квестик. Сейчас идим. Без базара тебя найду. Оружение, которое не клинит. Но перед этим я, пожалуй, обущу тут твой лагерь. Если ты не против, опять же таки. А, еще бы ты против вылупа за странец. Здесь у нас пусто, здесь у нас... Ну, опять же, для Сидоровича подойдет. А вот гарнатка мне очень даже пригодится. Нет, убери-ка ты ее нахер. Так, патроны нашли старые. Ну, опять же, старые, да удалые, как говорится, пригодятся. Ну, а вот ящики разбивать себя не уважают сейчас, потому что, ну, я замучаюсь просто это делать, потому что они не разбиваются пока что. Ну, либо разбиваются, но очень долго. Ты слышишь, долбишь, 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 долбишь. Еще не факт, что что-то дробнется. Вот такие вот дела. Так, дальше двигаем на элеватор, посмотрим, что там у нас есть. Хотя, подожди-ка. Вот здесь тоже есть небольшой пригорок, и, возможно, что там будет какой-то хабар, хотя это... Нет, смотри-ка, ничего себе, я не понял. Пусто, но хорошо. А там, кстати, я слышал какую-то стрельбу, и я не брал себе навык авторитета, если что. Так, где у меня там статистика, навык? А-а, авторитет я не брал себе. Хе. Буквально 15 минут назад брал себе эти навыки, и уже забыл, что брал. Так, ну ладно, мне, ребятки, вас... Вообще, вы мне не нужны, короче. Я с бандитами в этом прохождении дружить особо не хочу, потому что зачем? Как бы рано или поздно все равно на них будут задания какие-никакие. Так, мужики, вы кто? Это сталкер, кстати. Куда ты идешь, там, мужик, там, как бы бандиты. Но ему как бы похер, потому что, ну, видишь, как он идет. Стрюм, прям реально на них идет, ничего себе. Это уже интересно. Так, а это тоже, ну, как бы, дядьки. И на вас сталкер просто такой походка идет, это жесть какая-то. И что, вы так его просто пропустите, что ли? Ну, я буду знать, так скажем. Так, крысы к черту отошли. То тушканы, то крысы. Вот вам делать нихер, что ли, а? Иди нахер. Так, тушки, пожалуй, позабираю ваши, потому что прикоряться возможно. Ну, да-да-да-да. Отошли. Ну, дядьки. А их можно как-то пинать, как это было в Сосоле, в том же самом, там, или что там, в Калочерноболе каком-то? Ну, вроде как нельзя, так, ладно. Мне вообще тайники нужны. А, вон еще сталкеры идут. Погузили, это вряд ли вообще был, кстати. Этот самый сталкер, это кто такие тогда? Тоже сталкеры, явно. Здорово. А у вас что, нейтральдет, что ли, заключен какой-то, или что? Я просто этого не замечал никогда, если честно. Теперь я понял это. Так, погоди, тут что у нас имеется? Тут у нас пусто, к сожалению. Да иди ты к черту. Как ты надоел от меня, а? Ну, пожалуйста, отойди, типа же. Я, честно говоря, ХС за сколько берут эти тушки? Ну, рублей за пять, наверное, берут. Опа. Это, это кто тебе так? Так, так, погоди-ка, первый ствол у меня имеется, но он вряд ли заряжен будет, правильно? И он, скорее всего, сейчас будет клинить, как не знаю что. Тише. А что там по неисправностям, боюсь посмотреть? О-о-о. Я не знаю, только, наверное, пугать им. Вряд ли стрелять, правильно? Так, тихо. Атакованы шайка бандитов, да-да-да, именно. Ну, мне похер на вас, типа, меня не трогают, и ладно. Так что за вас фрегаться я не очень хочу. Я не знаю, но куда мне эту пушку девать? Она не нужна, по сути своей, она реально, бессмысленно. Она взорвется у меня в руках просто, и все. А меня будешь трогать? Я не знаю. Ну, по сути-то на по сути, но я отойду тогда просто, понимаешь? У меня с вами репутация какая-никак есть. А вот это нелогично, кстати, потому что... Потому что, а кто я такой, чтобы меня не трогать, понимаешь? Типа, бандиты как-то тоже странно поступают. Типа, они видят ромнонных сталкеров, по ним стреляют. Кого-то пропускают, а кого-то нет. Это как-то так работает очень странно и непонятно. Потому что того сталкера у моста тоже непонятно абсолютно за что пропустили. Ну ладно, пропустили, пропустили. Че, бухтей? Меня тоже пропустили. Повезло, повезло, значит. Здорово, Сидорович, я тебе принес хабар. Но я не знаю, честно говоря, что тебе тут отдать. Допустим, патроны, допустим. Сигаретки, кстати, тоже хз слабые. Тут какое, тоже слабые. Ну, блин, конечно, не кит слабый. А тушка сколько? Восемнадцать рублей. Ну, подойдет. Хотя, все равно я отправляюсь к научникам в целом. Может быть, до них стало все это дело донести. Ладно, фиг с ним. Все равно копейки стоят, поэтому. Неважно. Две тысячи есть, хорошо. Опять же, главное от веса было избавиться. Хотя я бы не сказал то, что у меня прям огромный вес какой-то прям. Мега жесткий. Ну, а теперь-то я уже собираюсь отправиться вот сюда. Да, за это говорил Касаной. Я хотя бы вырубать буду, потому что, опять же говорю, никогда у меня не получалось это сделать с первого раза. Прям ни разу. Получится ли у меня сейчас? Сомнения. Огромные есть у меня, но посмотрим. Ой, какая-то там воздя началась у них на базе. Мужики, может быть, как-нибудь тогда я в другой раз или что? Или уже похер. Идем так идем. Так, здесь что у нас имеется? Ну, опять же. Хлам, который будет стоить рублей сто. Но здесь ключевое слово стоить. Так, тихо. Там опять тушкан за мной ввязался, а? Иди в очко, пожалуйста. Ну, давай, давай, давай. Что у тебя было? Ничего полезного, я не удивлен. Шанс того, что с тушкана что-то тропнется, это просто чуть ли не нулевой там, конечно же. Да, опять там война. Ну, господи, все. Вроде как им похер стал там на всех. Вроде как они... Да, 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 отлично. Они освободились, так скажем. Сейчас нужно только шифтить, наверное. А по кому там стреляли вообще? По собакам, что ли, походу? Могу ли я перепрыгнуть? Могу. Да нет, пустой. Блин, прикинь, какой-нибудь артефакт бы сейчас тропнулся нам, а? Или что-нибудь вообще, в принципе, полезное. Было бы здорово, но шанс этого низок. Очень сильно. Так, сохраняемся, давайте. Сейчас будем, наверное, мучиться. Хотя здесь достаточно, вроде как, control нажать. И тогда тебя не слышно, типа. Но как это точно работает, я не знаю. Ну, допустим, мать. Допустим, мать. Допустим, собака. Почему? Вот. Вот. И проходим дальше. Я надеюсь, что сейчас не спалят нереально. Вот если спалят, я буду очень-очень расстроен. Но тихим ходом, как говорится, на меня загорелись. Кстати, нет. Кстати, на собак. Это очень плохо, потому как... Почему сейчас, а? Почему сейчас собакам стало прийти? Ну, вроде разагрелись. Да, вроде как, уже все нормально. Да, да, уходи, 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 уходи. Молодец какой, ушел, а? Умничка просто. Собаки саные. Представляешь? Ходят и ходят всякие. Тихо, опять загорелся, представляешь? Мужик, если так выйдешь еще раз, я, наверное, это... Слушай, помру. Мне нужно спускаться. Ой-ой-ой. Ой-ой. Так, пройди мимо. Пройди. Ладно. Можешь, в принципе, постоять. Я не против. Я и даже терять не буду момент и шанс. Господи, еще один здесь. Ёп твою мать. Че-то как-то, че-то как-то, знаешь, стремновато. Ать, представь, если бы сейчас я играл с одной жизнью, это был бы, наверное, просто габелла. Хотя... Хотя не палец, смотри-ка. Все, вроде как, нормально, вроде как, всем похер. Хм, хорошо. Я тебя услышал. Так, тайнички. Че там по тайничкам-то? Вот антирадик имеется. Вот хорошо. Здорово. Гранатки забираем. Забираем РПГшку. Оружие, которое не клинит квест. Выполнен. И как же сейчас там эту говорилку... И че, даже не спалили, что ли, хочешь сказать? Серьезно, им похер, им похер, им похер. Нет, сейчас он не похер, конечно же, но... Ха, до этого было вроде как вообще пофигу абсолютно. Понимаю. Хорошо, все, давай до связи, тогда я ухожу. Два квеста сразу. И причем вы на своих же минах подорвались, идиоты. Причем очень легко, кстати. Прям вообще. Легко и не принужденно, идиоты. Ладно, давайте покедовать, ребятушки. Я все, я уже отчалил об этом с концами, так скажем. Да вроде как все вообще прошло удачно. Не убило, не спалило. Хорошо, даже так. А что тут за аномалия такая, или что тут такое? Подожди. Тут где-то должен был быть тайник, если я не ошибаюсь. А я ошибаюсь снова. Мужик, ты еще жив, что ли? Отлично. Здание выполнено. Дает нам раз мощненький, и дает патрончики к нему. Отлично. Тоже хорошо? Все, уходи отсюда, вы. Ля, ты смотри, какой он сейчас стал мощным-то. Ё-ка, это театр, а. Ты посмотри на него. Ля какой. Стоит. Да все, айди нахер. Обзываться разудумал, а. Ствол у нас, если что, заряжен. То есть, можем с него так же, если что, пострелять. Но это как-нибудь потом, в следующий раз. Сейчас пойду тогда продам эти заряды, допустим, всякие хлам, всякие. И отправлюсь уже, наверное, на болото. Ну, потому что здесь делать нечего. На болотах уже имеется какой-то квестик. Это уже хорошо. Волчара, я вернулся. Давай-ка мне мою награду заслуженную. 3 500. Ах, ладно. И на этом спасибо. Ну, на 3 500 я могу себе какой-нибудь плащ купить, на самом-то деле. Хотя, может быть, не стоит. Может быть, стоит купить себе костюм чистого неба, комбинезон. Хотя, вот тоже сомнительно, на самом-то деле. Вроде как стоит его покупать. А вроде как от него толку нет, если есть заряд. А она появится довольно-таки скоро. Так, ладно. Я вернулся. Куда такие патроны продавать? Я думал, вот это вот продавай всякое дерьмище, да? Он тигиво одни продай. Все. Да, хорошо. Так, это что? А, нам не хватит, он 9 тысяч стоит. Но противогаз я бы купил, потому что... Не, я бы купил вообще дозиметр бы тогда уж. Ну, окей, я думаю, что это можно будет еще приобрести на базе чистого неба. Куда сейчас я и собираюсь отправляться, это не проблема. Вот. Я, конечно, кордон не следовал, но, в принципе, мы можем вот здесь перейти. И сразу вот на эту часть кордона выйти. Но тогда мы ничего никому не продадим, если какой-нибудь хабар найдем. Ну, значит, туда нужно идти на легке. То есть, заранее все продав, не нужно. Но, видимо, да. Так, все. Хотя бы ствол у меня есть, меня это радует. И, если что, как минимум, дать бой мы сможем. А вот дальше я уже не знаю. Здесь, кстати, имеется недалеко аптечка. По-моему. Армия. Точнее, обычная, да, аптечка. То есть, опять же таки, она нужна нам сейчас будет. Вот почему варе так нельзя сделать, а? Варе тут стенки невидимые стоят. А здесь нормально все. Аптечек нет у меня вообще никаких, понимаете? У меня никаких нет аптечек. Четыре, Волга? Воронить. Шесть. По-моему, это дорого стоит должна. Тысячи три. Как минимум. Ну, не три, но, по-моему, дороговато. Окей, спасибо. И на этом так, а где же тут? А, вот же он. Сейчас, мужик, подожди-ка. Я до тебя дойду. И хорошо, что, кстати, я никаких в войнах не убивал. И репутация у меня по-прежнему остается, в принципе, не такой же плохой. Нейтральный, короче. Ладно. Отправляемся теперь на базу чистого неба. Итак, я на паутах. На самом-то деле, сейчас, возможно, тут будет кровослоза недалеко. Около церквушки. Обычно он там очень любит тусоваться. И мне бы сейчас найти бы карту тайников. Ну, точнее, открыть по-хорошему. Ну, ладно. Я буду тогда на свое знание тайников отприняться. Хотя такое, если честно. Это, видишь, у нас тайник есть один. Ну-ка, сколько вообще нужно, чтобы тебя разбить? Может быть, я зря гоню на это все? Нет, много времени надо. Хотя, нашел вон, вроде как, много чего. Ну, хорошо, раз такой хапар дропается. Может быть, реально есть смысл отразбивать, кстати? О, отлично. Ладно, смысл явно есть. Только для того, чтобы найти более удобную вещь для развития. Ладно, хорошо. Беру свои слова назад. Так, а здесь что у нас? Еще один. Два удара. Два удара. Это не 10. Как с ножа. Ну, мне повезло, на самом деле. Мне сейчас реле повезло, что я нашел палку из Half-Life, грубо говоря. И все у меня хорошо сейчас. Так, хлебушек, отлично. Тайничок, отлично. И ни одного заминированного еще я не встретил. Тоже здорово. Так, а тебя вообще с первой можно... С первой тычки разобрать. Так, ну что мы нашли? Тут разбит фонарь. Давай его разберем, почему нет. Здесь что? У нас ничего такого нету, да? Нет, здесь у нас пусто, к сожалению. А что я еще нашел, кстати? Нужно вещи не забывать стакать, потому что веса как бы не так и много у нас. Хотя, пока что много, пока что все хорошо. Но стоит мне сейчас еще парочку ящиков обыскать и все. Вес мой исчезнет. Так, тут у нас пусто, здесь у нас что? Здесь у нас тоже пусто. Хорошо, отправляемся тогда сейчас. Куда отправляемся? В церковь. Но я помню то, что где-то слева от меня, он в том районе, есть тайник. Ну ладно, не буду я его обыскивать. Я не знаю, просто точное местоположение. Сейчас его искать замучаюсь еще, правильно? Правильно. Поэтому лучше я сразу пойдем в церковь. Помолимся, ептать. Так, здесь у нас фаршка имеются еще нычки. А, она обыскивается только с воды. Нет, в воду я не полезу. Родятся как-никак. Опасаюсь пока что ее. Опа, бандиты, кстати, тут имеются. А вот с ними стреляться что ли надо будет сейчас? По идее, да, потому что если меня сейчас присунут, я не буду это терпеть. Я лучше постреляюсь, нежели чем. А, ну, в принципе, похер, кстати, на меня. Либо это не глава банды. Либо не глава, либо им реально похер. Похер, нифига себе. О, тазиметр нашли. Какая полезная херня-то, на самом-то деле, которая поможет мне не сдохнуть в зоне. Да, да, давай расскажешь. Так, это не обыскивается? Не обыскивается. Так, полезный наверх. Слушай, ну я уже неплохо так чего нашел. Много полезных мечей. Хотел, кстати, дазиметр покупать за огромные деньги. Но как хорошо, что я этого сейчас не сделал. Я у меня дротнулся. Это прям здорово, на самом-то деле. Нашел также ломик, который, по сути, является таким минимальным аналогом топора. О, молоточка. Потому что молоточек, по-моему, здесь самое такое мощное холодное оружие, которое есть. Но, в принципе, я не гордый. Мне пока что ломик сойдет из Half-Life, к тому же, да? И здесь сейчас, главное, не упасть. Но для меня Тоник всегда был пустым. В смысле, не для меня, он реально всегда был почти пустым. Так, ать. Но, окей, хлам есть. И на том спасибо. И спускаем сейчас как-нибудь обратно. Здесь, кстати, имеются дохера ящиков, я помню. По-моему, где-то вот в этом вот районе. Точнее, не в районе, а в районе, господи. Нет, блин, в округе. Вот здесь вот ящики. Нет, подожди. А, вот за зданием, да, за Томиком вспомнил. Вот же они. Ну что, давайте. Так, отлично, что-то транзисторов нашли там. Упаковку. Баланс газа, медная, моток медной проволоки подойдет. Набор для задрочки. Дозиметр, фонарик, веревка, жесть. Охренеть, сколько чего я сейчас нашел. Это просто с ума сойти. Так, это можем выкинуть, я думаю. Два дозиметра. Набор для задрочки можем, в принципе, использовать. Самодельный нож. 20% стальная пряжка. Ну ладно, пока что не будем ничего точить в себе. Вроде как я себе убрал все галочки, но сейчас там везет чисто потому, что дропаются вещи с этого самого, с ящиков. А не должны вообще-то. Сейчас еще рыбацкий хутор впереди. Погоди, тут же чисто небо должны были быть, по-моему. Я к тому, что сейчас можно что-то попытаться выменить. Здесь нет системы торговли с неописями, здесь есть система обмена. Это удобно, кстати, иногда. Ну допустим, вот я хочу у тебя аптечку вот такую выменить, 5000 стоит. Мужик, ну ты, может быть, со мной поговоришь нормально, нет? Ну, стой, куда пошел ты? Додик? Ну и пошел нахер тогда. Ты здесь не один, к тому же ничего полезного у тебя не было, так, а ты? А, ты говный, что ли, падала? Ну вот куда ты, говный, пошел, адских бойцов, патрулировать местность? А зачем? Стойте, сидите, ждите, куда пошел ты один-то? Дебилка картонная, ладно, хер с ним. Но здесь простые сталкеры тасуются. Вмешать им, наверное, тоже не лучшая идея. Ох, разбиты фонары. Так, я бы водку выпил, потому что рдятся есть, и маленько себя в плане выносливости подхилим. Давай-ка сразу кофейничеком уголька нет, ну с никакого. Нет, угля нет, стоишь кофейничек. Кофейничком бахаемся два раза, и все, и нам стало легче, проверяй. Ну да, почти нетрезвый, кстати. Мужики, у вас что-нибудь есть такое полезное, нет? Допустим, с тобой. О, дробь, кстати, можем выменять этот лайк тоже. Выменим у тебя, только вот на что. Ну-ка, веревку возьмешь. Дальше что, набор? А, во, херня, довольно-таки много весит, и толку от нее, как от коровы молока. Ой, это отказал молока. Корова молока, дебил что ли совсем. 750, а ты за сколько, за 350? Нет, нам надо какую-то вещь найти, которая... Ох, у нихера, сколько стоит волк, жесть. Так, 850, это 20, это сколько? 30, во, вот так нормально будет, отлично. Минус вес, ты что кашешь коронавирусный? Дробь взял на будущее, потому что дробдык явно будет. А 4 дробинки, скажем так, лишними не будут. Здесь у нас пусто, здесь у нас тоже пусто, хорошо. Теперь в шатуре же двигаем на базу чистого неба.